МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуя Марина Джалая, глядите у гэтым выпуску. Безпечный Новый год. Супрацовники МНС нагадали гомельчанам основные правила поводен подчас свято. Наши дети. В регионе протягивается карагод святочных ранешников. Новогодняя каска для детей-спортсмена. У Гомеля прошел кубок в области по легкой атлетыце. А за разом гэтым и иншим больше подробязно. Белорусским новоуковцам повысятся оклады, не которому три разы. Отповедный документ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Згодно с указом тарифные оклады повысится до 300%. При этом решение повышение до 200% будут примать керовники. Звыж 200 органы держкирования, у подпорядкования которых находятся бюджетная навыковая организация и Академия навык Беларуси. На Гомельшине открылся 45-й детячий дом семейного тыпу. Гэтая падея отбылася у городским поселку Лою. По кольво установе различные на 10 детей будут жить 6 неполнолетних и 2 выховальники. Олег Синтеров ознаемился со створанными умовами. В непосредственном улове это другий дом семейного тыпу. Первый открыли 10 годов тому и с того часу ни разу не пошкодовали по зарубленным. Новый дом побудовали за кост республиканского и областного бюджета, накировавший на этой метке 390 тысяч рублей. На Амаль 200 квадратных метрах некольких жилых покоев, зала и кухня со столовой. Первый святочный стул в новом доме семейного тыпу улове. Некольких тортов, пирожные, разные бутерброды, фрукты и городнина. Такий свой собливый символ будущего добробыту. Пожидание добробыту, любви и взаиморазумения плюс разностайные подарунки для дятей. Открытие дитячего дома семейного тыпу улове межзавсеных адвы формальные мероприемства. До речи першим оценку новому будинку дал 8-годовый Сергей Андреев, який усим представляется Сергеем Миколаевичем. Негде дичина взросл у него явно господарский погляд на життё. Мне нравится, как вы тут ну всё сделали, балконы, красили. Мне тут ужасно, всё тут нравится. И мне нравится то, что тут столы, компьютеры, ну, и украшения. В Акуль у доме, який разлечен на 10 выхованцев, знаходится 6 детей, возрастят детей до 16-ти годов. Причем у всех хлопчики, батьки и выховальники, кажут, что так отрывался вопадково. Это державная установа, а тому и кандидатуры пропонуют у первую чергу отповедные державные структуры. Сами выховальники до такой гендерной политики относятся с разумением. У речи кажут, с хлопчиками навод больше лёгко. Яны и по господарцы зарабить нечто могут, и когда газовые плиты отживают себе комфортно. Енче справа, что у любым выпадку и детям, и выховальникам необходимо пройти, часто, совсем не простой этап адаптации. Вообще адаптация сложновато идёт, потому что они побывали и в приютах, и в детских домах, и бывало, что и в других семьях, а везде разный, как говорится, климат, можно так высказать. Везде разные порядки, и они привыкали каждый раз к разным порядкам. У них был сумбур в голове, а тут опять третий уже порядок. Ну, стараемся как-то совместно. У нас же есть два, которых уже давно с нами живут, и вот они помогают нам очень хорошо в этом вопросе. Лоевский дом семейного типа на гумачине 45-й полику, а на этом программа их бытовнивства не завершается. Уже готовый дом в Урагачёве на чарзе подобной установы в Ельском и Жлобинском районах. Это державная политика. Дети повинны выховываться не в интернатах, а в семьях, в домах семейного типа. Для бюджета это максимально больше затратно, а на этом если размолы идут в реальном кропоте детях, какие опынулись в складанных житёвых умовах, меньше к шляху просто нема. Мы стараемся, чтобы детей как можно меньше оставались и в тех учреждениях, которые сегодня на круглосуточном пребывании детей-сирот, а определять их именно в дома семейного типа. И в этом плане Гомельская область процент возврата в биологические семьи у нас достаточно неплохой, и определение детей очень быстро, оперативно в дома семейного типа у нас хороший показатель. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель, Злоева. У Гомеля подвели выники работы по профилактике ВИЧ-инфекции. У посаджения областной межведомостной комиссии приняли удел представники Улады, специалисты санитарной службы, громадские организации и сродки массовой информации. По виду о связи до посаджения получились представники всех районов в области. О доходящем году удалось утримать лишь бы статистикой и заховать стабильную ситуацию по захворюванию на ВИЧ. А кроме того, селета появилось больше мягчимостью для выявления новых случаев инфицирования. Шмат учим, дякуючи тому, что аптечную сетку в продаж поступили экспресс-тести на ВИЧ последние. 700 реализованих тестов у двух случаев инфицирования было выявлено. Дякуючи оперативной диагностице отримливается своечасово призначать терапию. И головные ГТ люди уже не станут кореницей расповсюдживания захворывания. Активно в справе профилактики селета допомагали громадские организации сродки массовой информации. Некоторые из них по выникам конкурсу по налепшим освятлению проблемных питаний профилактики отримали у знагороды. Дальше переможцем своей номинацией стала и Телера до компании Гомель. А кроме подведения выников нас устреши так само визначили галуны на прамки работы у наступном годе. Упор у нас будет продолжаться на скрининг. Мы немножко расширим скрининг по возрастным категориям и, наверное, не 14 будет территорий, а более 16-17. Я думаю, это даст максимальную выявляемость ВИЧ-позитивных. А сказать, что такое максимальная выявляемость, это своевременно выявленный один ВИЧ-позитивный профилактирует три заражения. Это уже о чем-то говорит. Упрыгоженная ёлка неизменный атрибут новогодних святов. Для тех, кто еще не поспел обзавестись о зеленой прихожуней, протягивает свою работу ёлочные кермаши на 120 стационарных пляцовках областным, районных центрах и малых городах. Цены на древы залежат от их высшины. Ёленку по меру полметра можно купить за 3 рубли, метровую от 5 рублев высшей. Двухметровая древа обыдется покупникам у 13 рублев. Самый великий кошту ёлок у катках от 20 рублев. Однако такую пригожуню после святов можно высадить каля дома и любоваться не один год. Бюджетный вариант для покупников ёлочные або сосновые букеты. Коштуе такое пригоживание один рубль. Большость выбирает традиционную ёлку, однако свои переваги есть и у хвои. Кто-то предпочитает брать именно уже Новый год, нужна именно ёлочка, вот как традиционно на Новый год. Кто-то уже берёт более практично, берёт сосну, потому что дольше стоит, меньше осыпается и гораздо лучше убирать. Каждого как своя приспособление, кто-то тренога, кто-то в песок, в ведро с песком поливает, уже постоянные клиенты есть и они говорят, о, нас стояло чуть ли не до конца зимы, мы вас хотим именно сосну, ну вот, говорят, в песок и поливают, и стоит там, и очень от неё, именно от сосны больше запах. Усяголь, асхасы Гомельской в области до новогодних святов нарыхтовали больше за 10 с половой тысяч живых ёлок и сосну. У покупников ещё есть махчимость набыть и упрыгошить новогоднее древо. Ёлочные кермаши будут працевать до 6-ти годин вечера 31-го Снежня. У новогоднюю ночь громадский транспорт у Гомеля будет ходить до 5-ти годин ранецы. Правда, не увесь. Як поведомили у Гарвыканками, у нашей первого студеня выйдут на маршрут автобусы номер 1, 12, 18А и 20. Так само будуть ходить 10-ый и 20-ый троллейбусы. Расклад руху есть на нашем сайте теверогомель.by Новый год треба сустракать не только весело, але и беспечно. Про это гомельчанам нагадали супрацовники МНС и специалисты папиротехницы. Наведвальников универмага Гомель сустракали творчие коллективы супрацовники территориального центра социальных обслугований насельництва. Детей чакали Дед Мороз и Снягурка, тематичные конкурсы и викторыны. Кожный мог продемонстровать свои веды у галине безопасности жития деянности, а потом отримать призы от ДМНС. Основное метамероприемство о попереджении надзвышанных ситуаций в вынику порушения правил пожарной безопасности в новогодние святые. Наши гомельчане в первую очередь должны покупать все изделия пиротехнические исключительно сертифицированные в местах установленных для продажи этих изделий и ни в коем случае приобретать эти изделия с рук. И во-вторых, это обязательно четко следовать инструкции, которые прописаны на изделиях. При использовании пиротехнических известств, таких как петарды, чтобы ни в коем случае их не использовали в скоплении там, где много людей, то есть, где идут большие гуляния. Ежегодно-предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил при использовании пиротехнических изделий. Чтобы Новый год не принес несчастья, не нарушайте неприкосновенные и неписанные правила своим безразличием к собственной безопасности. И помните, если чрезвычайная ситуация все-таки застала вас в новогоднюю ночь врасплох, звоните по телефону 101 в службу спасения. Уденники акции так само убачили серые мультфильмы «Учарованная книга», познайомилися с голодными героями и повторили основные правила Паводина. Самые активные хлопчики и девчинки отримали солодкие призы. Супрационники Гомельского областного управления Департамента Аховы Министерства внутренних справ Беларуси залучилися до доброчной акции «Наши дети». У центра их уваги оказались выхованцы областного дома Детяти. Принятие дела акции супрационники милиции запросили так само процедурников православной церкви и студентов шерогу навучальных установ. Гомельский областный дом Детяти специализованная установа. Тут проходит лечения неполнолетней с поражениями центральной нервовой системы и порушениями психики. Зараз в установе знаходится коля 60 детей. Это наименьшая колькость выхованцев за опошние десяти годы. До 80% из них накируются в приемной и вертаются в биологичные семьи. За властные сродки областным управлением Департамента Оховой для маленьких выхованцев набыли цацкие солодкие подарунки и необходные господаршие приналежности. Это замечательная добрая акция. Сотрудники подразделения Департамента охраны приходят сюда с подарками, с представлениями Дед Мороз, Снегурочка и вручаем те необходимые подарки, которые любят дети и которые им необходимы. У Гомеля отбылся кубок в области по легкой атлетицы. По его выниках сформированная сборная региона для удела у республиканских споборництвах. Однако не только баталиями на беговых дорожках заполнился турнир. Новогоднюю каску подарили детям легкоатлетов. Самые маленькие окунулись в спортивное житие разом с Дедом Морозом и Снегуркой. Спочатку разминка перед елкой. Проводил ее не кто-нибудь, а сребренный призер Пекинской Олимпиады. 2008 года по шматборье Андрей Краученко. После юные атлеты вышли на беговую дорожку. Дистанция под стать спортсменам. Самая маленькая 30 метров. Финишную рысу пересекли все до одного, за что отримали подарунки и свои первые медали. В канун Нового года проводится Кубок Гомельской области. Захотелось, чтобы все спортсмены наши действующие и не действующие уже привели своих детей, пообщались, встретили, чтобы видели детки, чем занимались их родители, чтобы уже прививать к ним вот этот весь спортивный уклад. Спортивная семья, спортивные дети. Как упрыгоживали елку наши продки, каким был Новый год для владельников Палаца Румянцевых и Паскевичев и как зовут Деда Мороза в Японии. Интерактивную экскурсию для самых маленьких наведовольников распроцовали супрационники музейного комплекса у Гомеля. Узельники отгадывают загадки, рассказывают верши спевают святочные песни. А на приканце экскурсии вядома карагод и подарунки. На новогоднем квесте побывали и наши корреспонденты. У нашей краине Йон Дед Мороз, у Японии Сига Цусан, а у Финлянды Йолупуки. Про историю такого свято как Новый год юные наведовольники Палаца Румянцев и Паскевича слухают затаивши дыхание. После демонстрации минифильма о пытанне, как замацовать веды. Они веселятся, развлекаются везде, и дома, и в своих школах, и в детских садах. А мы хотим, чтобы они приходили в музей и узнавали что-то новое. Конечно, это историческое и, естественно, интересное. Поскольку мы уже заметили, оказывается, не все дети знают, откуда же этот праздник, Новый год. И мы решили у себя это рассказать очень-очень подробно. Усе задания хлопчики и девченки выполняют за отказностью, бо от этого залежать. Ти будя упрыгожена новогодняя елка. Чародейный куферок, у яким заховывают садцацки, доставить сам Дед Мороз. А каб допомогчаем утрапить у палац з минулого, детям треба пройти специальный новогодний квест и отгадать десяток загадок. И вось самый хвалюющий момент. Разм с батьками, бабулями и супрасовниками музея, они кличут Деда Мороза. Дед! Дедушка! Деда Мороз! Яны разом прихожуюсь елку, причым минавито так, як робили гэта наши протки сто гадоу тому. Чытаюць верши и водяць карагод. А потом яшшэ долго не отпускаю Деда Мороза, загадываюць новогодній жаданні, ранешніку палацы пакідая самые яркі ураженні. Сімьёй первый раз мы здесь. То есть в новостях увидели в гомельских в паблике, что будь здесь экскурсия такая с представлением для деток ну решили сходить. Мне понравилось для детей очень как бы познавательно и интересно. Что тебе понравилось? Понравилась тебе экскурсия? Ночь тебе понравилась. А Дедушка Мороз тебе понравилась? Угу. Замок? Да. Вот я уже много этих глазёнок видел. Глазёнок, которые мне читают стихи, поют, загадывают загадки и чувствуется, что дети хорошо себя здесь чувствуют. Проникаются этим местом. Такую интерактивную экскурсию для маленьких тут вырешили провести у першыню. Теперь распрасовывают сценарии до новых свят. Вольга Голодович, Вольга Коновалова, телерадиокампания Гомель, препотримцы агентства теленавинов. На этом выпуск завершен. Я и моя коллегия виншуем усіх, глядачов с надыходящим Новым годом. Жыдаем вам здоровья, доброго быту, доброго настрою и выконання усіх мар!